Всем привет! Добро пожаловать на обзор Toyota Land Cruiser 200 2008 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 1 миллион 850 тысяч рублей. И сегодня я нахожусь в республике Татарстан, город Набережные Челны, автосалон CarLine. Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем звучание. Такие ключи. Давайте приступим. Это американец. Нажимаете на тормоз. Эта кнопка загорается зеленым цветом и нажимаете на нее. Разметка в милях. Второе кольцо. Разметка в километрах. Кожаное рулевое колесо с деревянными вставками. Мультифункциональное. Рулевая колонка регулируется по высоте и по вылету. Электрорегулировки. Что очень удобно. Здесь установлен датчик света. Давайте включим фары. Противотуманные фары. Дальний свет фар. Аварийная сигнализация. Все четыре стекла полностью автоматические. Давайте откроем капот. Электролюк на крыше. Рейлинги. Задние стекла автомобиля полностью тонированы. 18-дюймовые диски. Размерность шин 285х60. Дисковые тормоза. Дальний свет. Размерность шин 285х30. Рейлинги. Общ Mine2. Размерность шин 285х60. Размерность шин 967х70. Карелинги. Рейлинги. Размерность шин 31х26. Рейнги. Зар seam 0. Заромление. Передние датчики парковки, омыватели фар Двигатель 8-цилиндровый, 5,7, 384 лошадиные силы Хромированная окантовка радиаторной решетки Огромные фары Спойлер Стоп-сигнал Камера заднего вида Спасное колесо Задние датчики парковки Парков Так как мы уже хорошо рассмотрели экстерьер Давайте перейдем к интерьеру Пластиковые вставки под темный алюминий Три позиции памяти для водителя Все четыре стекла полностью автоматические Блокировка стекла Центральный замок Ниша для вещей Подстаканники Подсветка дверей Водительское сидение имеет электрорегулировки Продольно По высоте Спинка сидения И поясничный подпор По двум направлениям Что очень актуально в дальних поездках При закрытии стекла В конце оно немножко снижает скорость И плавно закрывается Управление аудиосистемой на рулевом колесе Звук Приключения между станциями Различные режимы Блютуз, хендстрей, телефон Голосовое управление Управление дисплеем Средний расход Сколько осталось до заправки Средняя скорость Вся необходимая информация для водителя Этот автомобиль имеет пробег 87 тысяч миль Давайте послушаем Как звучит Этот двигатель V8 5,7 384 лошадиная сила Исполинское звучание Круиз-контроль Отключение системы динамической стабилизации Межосевая блокировка Сейчас я хотел бы вам продемонстрировать Голосовое управление Оно активируется благодаря вот этой кнопке На английском языке В таком режиме Легко и просто Можно задать Определенные функции Благодаря голосовому управлению Цифровые часы Температура В фаренгейтах Четырехзонный климат-контроль Регулировка температуры Для пассажира, соответственно Дисплей полностью тачскрин Различные зоны Автоматический режим Передний и задний обогрев стекол Для задних пассажиров Рециркуляция Автоматическая рециркуляция Аудиосистема GBL Компас и позиция То есть GPS-данные Система глобального позиционирования Меню Дисплей Можно отрегулировать контраст и яркость Информация Допустим, дворники Можно посмотреть Маслиной фильтр Вся техническая составляющая автомобиля Сервис Телефон Календарь Помощник При парковке Язык можно выбрать Испанский Насколько я понимаю французский Нерусифицированная эта система И предустановки экрана Аудиосистема Дисплей не бликует Даже видите Солнце светит Я все прекрасно вижу Отзывчивый Быстро выполняет все команды Есть некоторые дисплеи Которые слегка притормаживают Но в этом случае Мы с этим не сталкиваемся Установки полного привода Аудиосистема MP3 Регулировка звука Пепельница Прикуриватель Розетка AUX Вход для внешних устройств Пластиковые вставки Под темный алюминий Также здесь Подогрев сиденья Датчик давления в шинах Аудиосистема С MP3 Также читает DVD Звук Dolby Digital ДТС Подогрев сидений Автоматическая коробка передач С возможностью Ручного приключения Шестиступенчатый автомат Камера заднего вида Зеркала заднего вида Опускаются Когда вы Переводите в режим Reverse Для более удобной парковки И можно парковаться Благодаря вот этой камере Помощь при подъеме Power Режим Допустим Если вам нужно быстро уйти А 2ND Это трогание автомобиля Со второй передачи Очень плавно Подстаканники Холодильник Подлокотник кожаный Зеркало заднего вида С автозатемнением Макияжное зеркало С подсветкой Боковые Контейнер для очков Подсветка Электролюк Его также можно открыть На проветривание Очень просторный салон Высокое качество Отделочных Материалов И качество сборки Также как меломаны Меня порадовала Аудиосистема JBL Электрорегулируемые зеркала С подогревом Неэлектроскладываемые Отключение датчиков Парковки Передних и задних Видеорегистратор Отключение датчиков Установлено Не знаю, видно вам Сказать, вот так будет видно Отличный внедорожник Давайте возьмем ключи Переместимся на задние От сидений Крепельница Подстаканники Мягкий подлокотник Вешалка Дефлекторы Вентиляционных отверстий Развлекательная система Для задних пассажиров Насколько я помню 7-дюймовый дисплей Подсветка Климатическая установка Для задних пассажиров Подогрев сидений С двумя ступенями Автоматический режим Аналоговые аудиовыходы Для наушников И регулировка звука Подлокотник мягкий С подстаканниками Автомобиль 7-местный Массивные ручки У европейцев здесь идет Кнопочка Электропривод Задний ряд сидений Легко складывается Наушники Нужно убрать Центральный подголовник Потянуть за ручку Надо было сложить В середине Сложим вот так Все это я сделал Одной рукой И чтобы Соответственно Разложить Нужно потянуть И такие же действия Проделать Розетка Если сдвинуть Полностью Сложить задний ряд сидений Третий Я думаю Багажное отделение В разы увеличится Вкрывание крышки Бензобака Вкрывание крышки Пепельница Такие же электрорегулировки Имеет и пассажирское сидение За исключением Поясничного подпора Просторный бардачок С двумя полками Эпохальный внедорожник Основные конкуренты Я думаю Сюда можно записать Audi Q7 И Mercedes GL Мне лично Этот автомобиль Очень понравился Особенно Как семейный автомобиль Очень просторный Высокая посадка На этом обзор Toyota Land Cruiser 200 2008 года Выпуска завершен Еще раз напомню Стоимость данного автомобиля Составляет 1 миллион 850 тысяч Рублей Я надеюсь Вам понравилось Подписывайтесь на мой канал Всем удачи Берегите себя Всем хорошего настроения И до встречи В следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok